Ну что, друзья, восьмой эпизод сериала Изни можно озаглавить просто какого хрена, потому что эта реакция произошла у меня как минимум три раза во время просмотра. В целом, восьмая серия мне понравилась, но второй сезон по-прежнему очень даже неслабо проигрывает первому сезону. Это еще может измениться благодаря последним сериям, но если нам не покажут чего-то бомбического, то в целом второй сезон послабже. Но вот уже вторую серию подряд создатели нам как бы намекают, что вот-вот, вот-вот, ну вот-вот сейчас начнется что-то такое особенное. И если это в конечном итоге окажется полным пшиком, то тогда, естественно, огромный вот минус создателям. Если же действительно будет очень мощная концовка, то вполне возможно сезон действительно вытянет. В любом случае, насколько я знаю, сериал уже подтвердили на третий сезон, но некоторые из вас мне пишут в комментариях, что мол им теперь пофиг, все равно подтвердили или не подтвердили. Это так не работает. Для того, чтобы ажиотаж оставался все-таки на достаточно высоком уровне, чтобы через год, когда выйдет третий сезон или когда он там выйдет, мы все еще его ждали, концовка должна быть достаточно интересной и запоминающейся, чтобы когда появлялись новости о выходе третьего сезона, никто не задавался вопросом, о чем вообще идет речь. Ну давайте теперь пройдем непосредственно по самому сюжету. Серия начинается с того, что Кенни, находясь дома, судя по всему, там, где он жил до того, как попал в наш замечательный городок, он вдруг слышит телефонный звонок. На другом конце провода какой-то странный голос начинает озвучивать то ли считалочку, то ли еще что-то. И в этом моменте ты уже прекрасно понимаешь, что это все, естественно, кошмар, учитывая также то, что они находятся дома, они в городке. И в какой-то момент Кенни начинает слышать жужжание жуков каких-то, вот прямо вот клишейное клише из любого хоррор-фильма. Кенни открывает кастрюлю, где его мать готовит, судя по всему, что-то вкусное, а там огромное количество цикад, которые прям жужжат, пытаются вылететь, и одна из них кусает или ужаливает Кенни за руку. Тут просыпается от кошмара, и, естественно, о, мы такие, о боже, не может быть, это был кошмар, какой сюрприз. Но оказывается, что урон, который нанесла ему цикада, во сне остался с ним и наяву. Опять же, почему наяву в кавычках? Потому что, наверное, только ленивый не озвучил еще, что это очень напоминает о кошмарной улице Вяза, Фредди Крюгера и так далее, который тоже наносил людям урон во сне, и этот урон транслировался и на реальную жизнь. Если это действительно тот же самый принцип, и мы находимся в каком-то мистическом месте, где мистические силы обладают теми же способностями, что и Фредди Крюгер, у нас вот эта вот условная шкатулка, которую теперь все видят во время кошмаров, то у нас девушка-наркоманка ее видела в прошлой серии, в этой серии ее видит Кенни, в конце прошлой серии ее видел Элджин, который, оказывается, тоже просто видел ее во сне. Но это говорит о вторичности. А этот сериал, каким бы он ни был, со всеми своими недостатками, все равно пытается быть чем-то оригинальным. И мне очень трудно поверить в то, что сценаристы не понимали, что они делают, если они просто скопировали, сделали Ctrl-C, Ctrl-V, Фредди Крюгеру и его силам. Решили, ну у нас будет не Фредди Крюгер, у нас будет шкатулка, но в принципе те же яйца только в профиль. Ну а теперь, уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Может ли быть, что это доказательство того, что все наши герои находятся в симуляции? И таким образом транслировать урон из сна в вроде бы реальность, которая на самом деле является нереальностью, а опять же какой-то условной симуляцией, вполне реально и вполне в рамках объяснения любой научной фантастики. Но вспомните, например, вторую и третью матрицу в Ачовске. Я думаю, вы прекрасно знакомы с блогером ЧБУ, один из моих любимых на русскоязычном ютубе, который делал анализ и объяснял, откуда у него появились те самые магические силы, которые у него не должны быть, по идее, в настоящем мире. Может ли быть, что здесь у нас что-то похоже? Может ли быть, что благодаря тому, что они находятся в симуляции, которая может также симулировать и сон, грубо говоря, создавая симуляцию в симуляцию, то чисто технически, благодаря этой программе, можно и транслировать урон, боль и сна в реальность. Далее мы видим, что наш Джим Буратино и лысый чувак Рэндалл бондятся, у них там шутки какие-то между собой, тебе стоило бы познакомиться с моими бывшими, если бы они тебя довели до экстренных ситуаций и так далее, что-то в этом роде. Потому что как раз Джим говорит, что его предположение, все это место создано специально для того, чтобы провести эксперимент над уровнем испытаемой боли, испытаемого стресса людьми. То есть до какой точки кипения можно довести человека, прежде чем он сломается? Очень трудно мне поверить в свою теорию, Джим. Мне кажется, что у нее ну совсем мало хоть какой-то логической базы обоснованности здесь есть вообще. Потому что человека достаточно легко сломать, достаточно легко его привести в уровень просто невыносимого стресса, без монстров, без каких-то странных дорог, где они не могут выехать и обязательно вернуться вот обратно туда же, по кругу они ездят. К чему? Но это явно не для того, чтобы понять уровень стресса, на котором человек ломается. Для этого существуют различные Гуантанамо Бэй и другие места, которые мы, скорее всего, не знаем, где людей пытают, доводят их до определенного момента, в котором они готовы рассказать что угодно, лишь бы эта мука прекратилась. Но в этой ситуации Рэндалл опять задает правильный вопрос, на мой взгляд. Если действительно среди наших персонажей есть засланный казачок, а учитывая то, сколько об этом говорят, скорее всего, это именно и так, он задает вопрос, скажи мне, пожалуйста, когда ты сюда попал, кто тебя встречал, кто тебе объяснял все эти правила, как себя вести, что монстров нужно бояться, и скажи мне, пожалуйста, ты хоть раз сам видел, как монстр кого-то убивает? Но мы, как зрители, технически с вами вроде бы как это видели. Нет, мы видели с вами уже убитые трупы, которые, может быть, опять же, чисто технически, наверное, можно воспроизвести и с запахом, и со всем, чтобы выглядело максимально по-настоящему. Опять же, Голливуд это делает достаточно неплохо. Но вспомните этот момент, когда в прошлом сезоне на того чувака, который засунул в коробку, напали наши вот эти вот монстры. Да, технически нам не показали прямо, как они разрывают его на куски, но, блин, если они в конечном итоге действительно делают так, как думает Рэндалл, типа, подходит тебе, слышит, чувак, хочешь умереть? Ты иди, мы тебя посадим на выход вместо тебя, тут сейчас оставим трупик какой-нибудь, чтобы все увидели, что тебя разорвало на куски, а ты там сейчас пойдешь, там тебя ждет Блэк Джек и дальше по списку. Как-то трудно мне поверить в это, если честно, и если это действительно кажется так, то я буду достаточно сильно разочарован этим сериалом. Но опять же, если мы вспомним прошлый сезон и как Бойд попал в это место, вспомните, кто встречал его, отец Катри, который умер, мы вроде бы видели с вами, как он умер во время просмотра сериала, это раз, но теперь мы видим его как видение, которое приходит к Бойду и рассказывает ему, как дела, что нового, что там вообще происходит и что ему стоит делать. То есть, мне кажется, что с образом, с персонажем отца Катри мы еще не закончили. Вполне возможно, этот персонаж раскроет нам как минимум еще парочку секретов. Ну и в какой-то момент мне даже немножко показалось, что сам Рэндал может быть засланным казачком, что вполне возможно его туда послали для того, чтобы он вел себя так, как он ведет, то есть создавая постоянно хаос, с кем-то он там дерется, с кем-то он там, кого-то он нападает, кого-то он пытается там схватить или что-то в этом роде, и просто в этом моменте он так сильно гнул свою линию, как бы Джим ему не говорил свои какие-то аргументы насчет того, что это место действительно настоящее, он все равно, ну нет, ну нет, ну нет. И может быть, знаете, как есть такая шутка, когда испортил воздух, сразу начни спрашивать, кто это сделал, кто это, кто посмел вообще испортить воздух, таким образом как бы отводя от себя подозрения. Боже мой, что я делаю, а? Что я говорю на ютубе, а? Ой, кошмар. Если когда-нибудь будет сходка с подписчиками, я точно знаю, чего нельзя говорить. В этой сцене, кстати, есть еще один момент, на который я обратил внимание. Джим носит тот самый браслет, который нашла Табита, который не должен быть никаким образом в этой локации, который был уничтожен, порван или что-то в этом роде. Но тот факт, что он его носит именно, мне кажется, должен иметь какой-то определенный смысл. Тем временем у нас открывается, а точнее, наверное, продолжается новая сюжетная ветка, а именно связанная с Сарой. Мы ее не видели в прошлом эпизоде, теперь мы понимаем, что ей никто не рад, мы знаем это и так, и без нее, но она все равно ищет себе какое-то место. Она хочет себя чем-то занять, и она просит Бойду, чтобы тот отправил ее в лес. Дал ей амулет и отправил ее в лес. Бойджи, чтобы отговорить ее, потому что на нем по-прежнему обязанность защищать всех жителей этого города, идет к Доне и просит ее, чтобы та чем-то заняла Сару. Он встречает Элиса, Элис хочет ему рассказать о том, что Фатима беременна, у него не получается, они оставляют это на потом. Я не совсем понимаю смысл этой ветки, если честно, наверное, для того, чтобы мы больше переживали за персонажей, радовались за них или еще что-то, ну, мне лично это не совсем интересно. И в этом моменте Бойджи также узнает, что Элджин вчера ночью чуть ли не утонул, не находясь вообще в ванной. Он просто спал, но когда его разбудили ото сна, он там отплевался водой, еле дышал и так далее. То есть, Клиффхангер, который мы видели с вами в прошлой серии, как вроде бы его призрак, чем-то очень похожий на Фатиму, пытался утопить, это был лишь сон, который тоже ознаменовался в начале появлением той самой шкатулки. Сразу хотелось бы начать с того, что, на мой взгляд, это большой минус. Создателям я терпеть не могу, когда так сериалы делают. Когда заканчивают каким-то Клиффхангером, а потом абсолютно его обесценивают в следующей серии. То есть, ты задаешься вопросами, что это такое, что это было, что за призрак, какие-то новые существа появились в этом мире, мы их еще не видели, действительно все меняется, будем ждать следующую серию, что же там нового мы узнаем, выживет Элджин или нет. И в конечном итоге нам не просто это оставляют за кулисами, еще говорят, ну это был сон просто и все. То есть, ну приснился ему призрак. Ты не знаешь, что здесь призраки теперь появились, летающие, которые могут зайти в дом. То есть, грубо говоря, если вы даете Клиффхангер для того, чтобы мы быстрее пришли смотреть следующую серию, то уж, пожалуйста, будьте добры, не обесценивайте его. Но я по-прежнему не перестаю хоть чуточку подозревать Элджина, потому что когда Боид рассказывает ему о желчи, о том, что они достали из монстра, тот говорит ему, сделайте серебряные пули, то есть, вмакните их в желчь и покройтесь серебром, чтобы таким образом у нас появилось оружие, которое может быть вполне способно убивать монстров. Я не знаю, как вы, опять же, учитывая то, что это все американцы там живут, они все помешаны на своем оружии, то, может быть, даже такие задроты, как Элджин, знают такие вещи. Но я по себе могу сказать, что у меня нету знаний, как, например, делать серебряные пули. И мне кажется, что эти знания обычно у людей, которые действительно этим занимаются. Как минимум, очень усиленном, очень форсированном хобби. Они просто где-то там вычитали, где в каком-нибудь журнальчике или еще что-то в этом роде. Может быть, я ошибаюсь, здесь как бы буду рад почитать ваш комментарий. Что вы думаете по этому поводу? Тем временем Табита и Джейд приходят к пещере, посмотрели на пещеру, они, естественно, в нее не заходят, потому что, ну, как мы можем туда заходить? У нас еще две серии, нужно каким-то образом это развивать. Но мы видим, что Джейд, он все больше и больше становится все психово-не психово-не. Он рассказывает про теорию хаоса, естественно, взмах бабочки там, создает бурю там, мы это все уже видели, мы также видели эффект бабочки со Штаном-Кучером. Так что ничего нового здесь нет, но в конечном итоге они опять приходят к выводу, что главный общий знаменатель у нас везде Виктор, и нужно идти к нему. Тот же тем временем приходит к Итану и дарит ему свою старую куртку, которой он больше не пользуется. В этой куртке Итан находит какую-то игрушку, которую, судя по всему, Виктор не ожидал там увидеть. Говорит ли это о том, что ее там не было, и она появилась из-за того, что куртка теперь у Итана? Опять же, не знаю, но в любом случае должен озвучить свои предположения. Так пока Виктор тусит с Итаном и его сестрой, они узнают также, что игрушку вот эту самую подарила Виктору его мама, как вдруг появляется Джейд, который, да, я понимаю, что он на взводе, я понимаю, что он сходит с ума из-за постоянных видений, из-за видений этого знака, который влияет на него, судя по всему, не только тем, что это какая-то ненастоящая хрень, которая не должна появляться, а, судя по всему, имеет также какие-то магические способности на него. Но все равно при этом в этой ситуации ты хватаешься за голову и говоришь, боже, какого хрена? Ну неужели непонятно, что нельзя так вести себя с Виктором? Нельзя на него нападать и говорить, какого черта ты не рассказал мне про тот знак, который был в пещерах? Естественно, этот ребенок в теле дедули уже практически запрется и не захочет разговаривать, но это обычная реакция ребенка в данной ситуации. Напади на него, начни на него орать, естественно, он закроется, естественно, он не будет с тобой общаться, естественно, это то, что происходит. И в который раз Джейд просто портит сам себе ответы, которые вполне мог бы и получить, если бы просто по-нормальному пообщался с Виктором. Тем временем Буратино и Рэндалл отправляются к Сарочке, дабы допросить ее понять, что она является засланным агентом, которая на самом деле не убивала своего брата, а только делала вид. А брат там на самом деле уехал на Гавайю сейчас. И получается достаточно странный разговор, Джим пытается быть хорошим полицейским, Рэндалл плохим полицейским, Сара вообще не понимает, какого хрена от нее хотят, и в какой-то момент вдруг появляется Дона, и у Рэндала все его конспирологии одновременно сходятся в одну прекрасную картину. Он начинает подозревать Дону, что она является главным агентом, что она является тем самым засланным казачком, о котором мы говорим. Но я в это очень слабо верю, потому что слишком уж сильно на нее наводится фокус. Не просто так нам показывали, что когда Буратино к ней приходил, она говорила, что нужно молчать, нужно ничего не делать, не нужно никому ничего рассказывать. И теперь, когда она появилась прямо в тот самый момент, когда они начали докапываться, в кавычках, до истины, это вроде бы как бы говорит о том, что Дона в чем-то замешана. Даже если она в чем-то замешана, скорее всего, это не в том, что думают Буратино с Рэндалом. Ну, в общем, тупому еще тупее приходится ориентироваться, потому что Дони, они не соперники, и они вместе приходят просто к гениальнейшему плану. Этот план можно просто вот действительно в рамочку и вешать куда-то, как лучший, самый дебильный план за всю историю человечества. Они решают ночь провести в фургоне, взять амулет и понаблюдать за этими монстрами. Окей, ребята, окей, просто очень-очень умно. Причем, если бы этот план озвучили, например, там, Кенни и Бойт, или там Бойт и Кристи, или что-то в этом роде, моя реакция была бы совершенно другая. Но слышать такой план от чувака с отбитой ногой и от чувака с отбитой головой, просто вообще, ты прекрасно понимаешь, вот она катастрофа прямо у тебя перед глазами. Дона в любом случае догоняет Буратино, говорит ему, вы что, совсем с ума сошли? Вы зачем Саре задавали такие вопросы о том, что брат ее жив или не жив? Вы понимаете, вообще, какой это может нанести урон психике девочки, которая и так уже, судя по всему, совсем того? И Буратино отнюкивается, говорит, да-да-да, все такое, но при этом он в один момент врет и говорит, что никому не рассказывал про голос. Но мы-то прекрасно с вами знаем, что про голос он рассказал Рэндалу. И этот момент, мне кажется, стоит запомнить. Я еще не совсем понимаю, почему, я не совсем знаю, зачем, но мне кажется, он обязательно выстрелит. Тем временем Виктор запирается в себе и вспоминает момент, когда его мать от него ушла. Она говорит ему, рисуй свои картинки, дает ему вот эти вот мелки, говорит ему, оставайся здесь, я там куда-то пошла, что-то там делать. И мы видим, что этот флэшбек прерывается, потому что приходит Табита. Табита уже поняла, кто такой Виктор. Она сама мать, и она видит человека, который пусть и выглядит взрослым, но она понимает, что это ребенок, которому очень не хватает его матери. И она принимает на себе, пусть и частично, эту роль, что делает очень-очень правильно. И, естественно, она получает от него ответы, потому что какой ребенок не хочет поделиться тем, что у него болит своей матери. И Виктор рассказывает ей о том, что мать ушла, что что-то ему сказала, но не помнит что. Но при этом есть еще и рисунки, которые он хранит не здесь, которые не потерялись после того, как там рухнул какой-то дом или что-то в этом роде, а рисунки, которые он хранит в другом месте. На этих рисунках он увидит то, что поможет ему вспомнить. У нас открывается такой сайд-квест, я вначале был уверен, что он перейдет на девятую серию, но нет, мы получаем все ответы прямо здесь. Ну а пока что давайте быстро перенесемся к Бойду, который приходит к Кенни и обращает внимание на то, что у того ожог на руке. И они вместе обсуждают то, что происходило. Мы также узнаем, что Мюриэль, вот эту вот подружку Кристи, тоже по-прежнему колбасит во сне. И они начинают складывать 2 плюс 2, что то, что происходит во сне, каким-то образом транслируется и наяву. И они вдруг слышат шум, что-то происходит внизу. Кенни будет отправляться вниз и понимают, что из монстра вылазят те самые цикады, которые Кенни видел во сне в самом начале серии. Цитируя бессмертного Шелдона Купера, надеваем наши думающие шапочки и давайте постараемся понять, что вообще происходит. Есть здесь несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание. Кенни видел шкатулку с балериной во сне, после чего получил какой-то урон. То же произошло и с Элджином, почти то же самое произошло и с Мюррелем. Она видела кошмар, но мы не видели, каким образом урон, который бы она получила в этом кошмаре, транслировался бы и наяву, просто она его не получила. Она очень сильно испугалась. Но при этом вспомните, что когда Бойт видел эти глюки, это не было во сне. Ему не нужно было засыпать, для того, чтобы эти кошмары начались. Эти же трое персонажей пока что, никто из них не ловил глюки вот так вот посреди улицы или прямо валяясь на полу как Бойт. Они засыпают, после чего к ним приходит кошмар. То есть немножечко у нас другая форма поведения этой шкатулки, если она и есть источник всего этого, всех этих кошмаров. Ну и самый главный вопрос, на мой взгляд, который опять же возвращает нас к теории либо симуляции, либо еще чего-то похожего, это то, что они Кеннили таким образом, увидев что-то через свой сон, привел эти цикады теперь в их настоящий мир, который становится все менее и менее настоящим, все меньше и меньше в нем логичных, хоть как-либо объясняемых физикой вещей. Потому что так же далее мы видим, что когда наши ребята выходят на улицу, они вдруг слышат цикад, которые исчезли из трупа, непонятно каким образом, в закрытой комнате. Как эти цикады шумят в каком-то доме, из которого выбегает раненый, искровавленный человек, просящий о помощи. С одной стороны, может быть, наверное, что этот чувак точно так же во сне увидел какие-то кошмары, после чего проснулся весь в кровище. Но каким образом тогда наши герои услышали шум цикад из его дома? Они-то не спят? Либо же это все один большой сон, что мне кажется, будет, наверное, самым разочаровывающим ответом на все вопросы, которые этот сериал задал до этого момента. Но возвращаясь назад, у меня был еще один момент, какого хрена, это когда Дона пришла и увидела вот этот вот труп монстра, она вначале, естественно, читала Бойда, как посмел мне не рассказывать, я здесь одна из главных, я здесь одна из самых важных людей, ну, опять же, не прямым текстом, но это еще раз говорит о том, что, скорее всего, Дона не засланный казачок, который смотрит на экране, что происходит. Иначе она бы и в этом и так знала. Либо она просто безумно талантливая актриса. Но она говорит еще одну вещь, которая вроде бы как бы должна заставить нас ее подозревать. Она говорит, давайте поиграемся в Гэндальфа и сожгем этот труп херам собачьим. Но когда нам показали сцену, как они обливают этот труп бензином и поджигают его, в этом моменте я просто схватился за голову, какого хрена вы до сих пор не попробовали поджечь этих монстров, находясь в этом месте уже хрен знает сколько лет. Ну как? Как вы не подумали о том, чтобы, не знаю, открыть дом, например, оставить запасной выход открытым какой-то, заманить туда монстров, выбежать быстро с запасного выхода, чтобы были еще люди, которые заколотили бы доски, поджечь быстро дом и посмотреть, а что будет на следующий день. Если они горят, если у вас есть возможность сжечь их, выкопайте ямы, закройте их листвой, пускай они туда упадут, быстренько киньте туда коктейль молотова, раз у вас есть жидкость, горючая. То есть можно сделать коктейли молотова, можно просто кидать их прямо в монстры. Как на протяжении стольких лет вы даже этого не попробовали? Я могу, положа руку на сердце, сказать, я не считаю себя самым храбрым человеком, которого я знаю, но я бы точно предпочел бы попробовать что-то такое и рискнуть, чем перспективу абсолютно всю свою жизнь провести в этом месте, находясь под постоянным риском. Тем временем, к Доне приходит, Рэндал и говорит, что он, аж бы меня не могу прям вообще, ой, душа, душа болит. Я так виноват перед вами, Донна. Уважаемая Донна, простите меня, пожалуйста, давайте пожмем друг другу руки и будем теперь друзьями навеки. И, естественно, даже самый неопытный зритель понимает, что Рэндал брешет. Брешет, причем так, что, ну, не знаю, каким образом Донна ему вообще поверила в данной ситуации. Ну, а теперь давайте вернемся к долгожданному Виктору и Таббете. Виктор приводит ее на то самое кладбище автомобиля, открывает багажник, и там мы видим рисунки, которые рисовал, оказывается, не он, айопарасэте, у Виктора-то сестра. У Виктора была сестра, которая зовут Элоиза, и именно она рисовала эти рисунки. Судя по всему, после того, как Виктор потерял свою сестру, он решил продолжить ее дело. Даже в воспоминаниях мы теперь видим, что мать передавала вот эти вот коробочку с мелками и рисунки, говорила рисовать именно Элоизе, именно его сестре. Опять же, судя по возрасту и росту девочки, вполне возможно, что речь идет даже о близнецах. Пусть и не идентичных, но все равно о близнецах. Мы видим также среди рисунков тот самый маяк, который сразу же вызывает у Таббита какие-то ассоциации, если помните в прошлом сезоне. Мы видели, как она попала в какое-то странное место, которое, ну, по-моему, не может быть чем-то другим, кроме как маяком, которого теперь называют они башней. И в башне там должны быть закрыты какие-то дети, оказывается, которых и пошла спасать мать Виктора. И здесь, ребята, просто каких-то куча. Море странных несоответствий. Что-то здесь не сходится. Во-первых, мы с вами прекрасно помним тот день, когда Виктор вышел из этого подвала и видел просто город, застланный трупами. Когда он встретил там, опять же, мальчика в белом, который катался, помните, на колясочке, и говорил ему, на колясочке, на карусельке, и говорил ему, эй, давай со мной, давай, эй, весело играться. То есть, никто никакой башни не шел. Если его мать хотела спасти детей в башне, то почему она выбежала из этого подвала, очень странно, оставив его там, как бы, наверное, вполне должна была понимать она, что она далеко не добежит в данной ситуации. И вообще, почему бы не было не остаться с Виктором в этом подвале и выжить, и не оставлять мальчика и дочь свою без родителя, хоть одного единственного в данной ситуации. Ну и второй момент, это как раз, когда Виктор говорит Таббите, что Элоиза говорила о том, что эта мать пошла спасать детей в башне и так далее. Когда мы видим сами флэшбеки, ничего такого даже близко нет. Они стоят вместе, два ребенка, смотрят на вот эту закрывшуюся дверь, за которой пропала их мать, и девочка не выдерживает и бежит за мамой, говорит, я за тобой, за тобой. Учитывая то, что мы видели на следующий день с утра, значит, там должно быть два трупа. Должно ли быть их там? Мы теперь не знаем. Может ли быть так, что Элоиза по-прежнему жива? Иначе, я просто не представляю себе, нафига это все войдет. Какого-то сильного драматического эффекта это не имеет. Сказать, что создатели подводили к этому моменту, я тоже не могу. Это не тот момент, когда ты думаешь, блин, так, ах, так вот оно что, вот почему был этот момент, и вот почему нам ту сцену показывали, и вот почему здесь было так-то, так-то и так-то. Нет, Элоизу вполне возможно придумали до того, как писали сценарий к восьмой серии. Даже если это не так, сценаристы не сделали ничего, чтобы намекнуть нам на то, что у Виктора была сестра. Ну и в конце мы видим, как наш герой с тупой еще тупее, который еще тупее и с отбитой ногой, ищет своего сообщника, который тупой, с отбитой головой. Он его находит. Оказывается, что Рэндалл уже совсем того, и он захватил Дону, привязал ее к дереву, и у него поменялся план. Что же будет дальше, никто не знает, но тот план, который курит Рэндалл, я никому не советую. Ну что, друзья, что стоит ждать дальше? Я пока что не знаю. Когда появятся кадры из трейлера, я, естественно, опубликую их у себя в телеге, заходить по ссылке и так далее, и мы будем с вами думать, что же там может быть дальше. Мне кажется, что вполне возможно все закончится шаблонной схваткой между Джимом, который скажет, я был неправ, завтра сошел с ума, они будут драться с Рэндаллом, и Джим победит, забьет его своей деревянной ногой или что-то в этом роде и спасет Донну. И окажется, что Донна там действительно была в чем-то замешана. Надеюсь, что все-таки действительно сценаристы нас удивят, и мы увидим что-то другое. Посмотрим. В любом случае, если вам ролик понравился, вы знаете, как его поддержать, огромное спасибо всем, кто дает этому каналу возможность существовать и развиваться далее. Ваша поддержка на Бусти, на Патреоне это то, что дает мне возможность действительно придумывать какие-то новые контент-идеи, придумывать какие-то новые фишки, которые улучшают визуал этого канала, которые дают мне возможность выделять несколько часов минимум для того, чтобы заниматься созданием контента. Благодаря вам и вашей поддержке этот канал существует и возможен. Это не привлечение, большое-пребольшое вам спасибо. Ну и как всегда, всех люблю, всех целую, до сияет вас Света, не забывайте, фэнтези это круто.